Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Алика Юрченко, и я приветствую вас в своем курсе «Как победить хроническую усталость». Что это такое, я думаю, мне не надо вам рассказывать, потому что каждый из нас прочувствовал это на себе. Сейчас мы живем в такое время, когда у нас не хватает времени вообще ни на что. Мы живем в бешеном ритме, мы куда-то вечно бежим и забываем иногда присесть, чтобы немножко передохнуть. И из-за этой спешки очень часто возникает состояние, которое многие называют хронической усталостью. Я не буду рассказывать, что это такое. Вместо этого я хочу с вами поговорить о том, что с этим делать. Давайте начнем с того, какие причины хронической усталости. Одна из причин хронической усталости – это отсутствие цели. Когда у человека нет цели, когда у него нет представления, зачем он это все будет делать, зачем подрываться на работу, если она неинтересна, если она не приносит удовольствия. Если нет никаких увлечений, если нет ничего, что вам нравится, у вас нет мотивации, чтобы что-то делать. У вас нет мотивации для того, чтобы куда-то идти, чтобы с кем-то общаться. Первое – это вот причина, то, что я заметила по себе. Если я чувствую, что у меня начинает скапливаться усталость и пропадает желание что-либо делать, я начинаю думать, а не пропала ли у меня цель, к которой я стремлюсь. И чаще всего происходило, что я понимала, что да, все, чего я хотела, я уже получила, а новых целей я поставить не успела. И в результате получается, что когда нам никуда не надо, как бы и идти никуда не хочется. Вот, следующая причина хронической усталости – это плохое питание и недостаток микроэлементов. Если нашему организму не поставлять все необходимое питание, в котором он нуждается, у него просто не будет сил на активное действие. Он будет постоянно нас подбивать, чтобы лечь, полежать, не расходовать лишнюю энергию, которой и так недостаточно. Следующий пункт – это отсутствие движения. Все знают, что если положить здорового человека на месяц, оставить его без движения, он станет валидным, потому что все мышцы теряют тонус. И вот я сейчас не буду обманывать, я не помню, какой гормон вырабатывается при физических нагрузках. Вот если гормон не вырабатывается в достаточном количестве, это влияет на здоровье. Люди начинают болеть, чувствуют усталость, пропадает сила и энергия. Как ни странно, для того, чтобы появилась энергия, надо начинать двигаться. И тогда в организме запустится процесс, ускорится кровообращение, движение лимфы по организму, обогащение кислородом, и в результате у вас появится бодрость и энергия. Следующий, как раз я перешла уже к этому, недостаток кислорода. Если мы живем в загазовных местах, еще к тому же неправильно дышим, не умеем с того воздуха, который у нас есть, использовать по максимуму кислород, то в итоге это очень тоже не лучшим способом сказывается в нашем здоровье. Следующая тоже причина, по которой бывает хроническая усталость, это переутомление. Когда мы работаем, 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 без передышки, не вставая, не устраивая себе хотя бы небольшие 5 минутки, чтобы размяться, подтянуться и так далее. Когда мы пашем весь день, позволяем себе 4-5 часов в день спать, такого режима ни один нормальный организм не выдержит. Нужно все делать с умом, с умом планировать свой рабочий режим, свое время, потому что чем лучше ты отдохнешь, тем больше ты в итоге сможешь сделать. Следующая тоже причина, по которой возникает хроническая усталость, это вредные привычки. Ну, здесь вот я не думаю, что надо много говорить всем, и так понятно, что алкоголь, спиртное, оно ухудшает наше здоровье, и организм просто бросает все силы на то, чтобы бороться с последствиями употребления того яда, который вы принимаете. Также, вот, кстати, одна из причин переутомления – это слишком чрезмерное потребление кофе. Кофеин, он тоже очень коварный, он дает резкие жили в бодрости, но ты как наркотик на него подсаживаешься. Если пить на постоянной основе, то в итоге кофе выводит кальций из организма, тоже полезные некоторые вещества, и тоже ни к чему хорошему это не приводит. Следующая тоже причина, по которой может возникнуть хроническая усталость – это вирус Эпштейна-Бара. На самом деле это очень коварный вирус, я не знаю, сколько есть статистики, которые я нашла, то, что этот вирус есть у 100% взрослых человек и у 60% детей. Если вы за собой смотрите, то есть даже если у вас этот вирус есть, ничего страшного. Если вы смотрите за собой, заботитесь о своем здоровье, если вы правильно питаетесь, если в целом вы ведете более-менее здоровый образ жизни, этот вирус, он не причинит вам никаких неприятностей. Но если мы будем полноправно изо дня в день гробить свое здоровье, плохим питанием, отсутствием движения, еще много из факторов, которые могут спровоцировать развитие этого вируса, то что этот вирус начинает развиваться только в слабом организме. И последствия, вы знаете, очень неприятные, вплоть до менингитов и прочих таких вещей. Летальные исходы, конечно, бывают крайне редко, но заболевание тоже очень неприятное. И вот последствия этого вируса, она тоже вызывает синдром хронической усталости. Но мы сегодня не будем говорить именно о синдроме хронической усталости. Мы поговорим о хронической усталости как о явлении современного человека, который бежал, 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 запыхался, упал, все, больше стать не может. Вот. Следующая тоже причина хронической усталости – это паразиты, которые живут в кишечнике. Вы можете о них даже не подозревать, они не заставляют вам никаких дискомфортов. Но в итоге их существование, они выбрасывают токсины в кровь, которая впитывается через кишечник. И вы тоже чувствуете вялость, у вас не хватает энергии. Ну, конечно, откуда энергия, если они все витамины, которые вы употребляете, они их скушивают, да? Вот. Следующая причина хронической усталости – это знакомы только женщинам, но на самом деле мужчинам тоже – это климакс и гормональные нарушения, которые с ним связаны. В этот период очень часто что мужчины, что женщины, у них меняется гормональный состав, у них меняется химический состав в крови. И люди, которые не заботились о своем здоровье в течение долгих лет, перед наступлением климакса, да, они чувствуют очень неприятные последствия на своем организме и бросают в пот, в жар, и не хочется ничего делать, и перемены состояния, головные боли, и чего только нет. Вот. И следующая причина, последняя, на которой я хочу завершить этот список – это начало серьезных болезней. На самом деле, если у вас начало просто как-то… Вы вроде и едите все нормально, да, и вроде и спите нормально, и как бы нет ничего такого, а вот сил нет, вот усталость, хроническая усталость, мой вам совет. Сходите, обследуйтесь. Я на самом деле в больницу чаще всего хожу как раз-таки на обследование, потому что если у меня сподознение, что-то у меня не так, я не ясновидящая, я не могу сама поставить точный диагноз. Я в больницу хожу за диагнозами. Если вы не хотите, чтобы вас травили всякими антибиотиками, прочими вещами, не надо. Вы можете отказаться, вы можете просто пройти отследование, и если вы знаете, что всем дальше делать, вы просто отказываетесь с лечения. Я часто с меня росписи беру, что я отказываюсь. Это нормальная практика, это практикуется. В этом ничего нет уголовного, ничего криминального. Вы имеете право сказать нет. Даже если вам врач пропишет лекарство, у которого слишком много повышенных действий, и вы не хотите его принимать, вы тоже можете сказать нет. Это ваше право. Вот. Так что немножко ушла от темы, прошу прощения. Если у вас вроде все хорошо, но у вас появилась хроническая усталость, это тревожный звоночек, и стоит обследоваться. Я же, те методы, о которых я буду говорить, они направлены на поднятие энергически здорового человека, который просто загнал себя, как белка в колесе, в тупик, и уже он понимает, что оттуда он уже с трудом выползет, уже силы закончились, энергии нет, а надо, 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 надо.